Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф. Я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанске Федеральном Университете 2023 года. Сегодня у нас в гостях вновь Институт дизайна и пространственных искусств. Мы долго времени не тянем. Представлю спикеров, которые сегодня ответят на ваши вопросы. Степан Викторович Новиков, заместитель директора по развитию. Степан Викторович, доброго дня! Венера Маратна Юмагулова, заведующая кафедрой дизайна и национальных искусств. Венера Маратна, вам тоже добрый день. Рада вас здесь видеть. И Милюша Ильгизна Тукмакова, старший преподаватель кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования. Милюша Ильгизна, вас тоже рада здесь видеть. Что же, экзамены уже все выбраны нашими абитуриентами, и всех больше уже волнуют вопросы относительно вступительных испытаний. Так что с них и начнем. И первый вопрос звучит следующим образом. Когда можно начинать подготовку к вступительному экзамену и куда для этого обратиться? К вступительному экзамену подготовку уже многие начали с начала года. Это, наверное, основная подготовка. Некоторые даже еще с первого класса начали подготовку. Кто-то с первого класса. Кто-то всю жизнь к этому готовится, действительно. Но что вы можете сделать, это записаться на подготовительные курсы, наверное, что наиболее эффективно в подготовке к экзамену. А так, требования по экзамену мы сейчас озвучим еще раз. Можете готовиться дома. Вот экзамен у нас, наш внутренний творческий экзамен по рисунку, линейно-конструктивный рисунок. Пять предметов. Три геометрических, два бытовых. Рисуем с натуры. Также возможность будет, у кого не получается приехать, как бы выполнить экзамены онлайн. Вот. Как-то так, да? Как-то так. А какие курсы? Да, подготовительные курсы у нас действуют, как бы разные варианты. Это и восьмимесячные, и пятимесячные, есть и месячные курсы, есть и недельные курсы. Но это зависит от того, что если мы набираем 12 человек на курсы, мы можем создавать новую группу. Если кто-то уже с базовыми навыками, то мы можем подключить уже к существующей группе. Так что есть также онлайн-курсы для тех, кто иногороднее и нет возможности приехать. Есть каникулярные курсы. То есть, в общем-то, разный выбор курсов подготовительных по рисунку у нас есть. То есть, под себя абитуриент, в принципе, может выбрать, да? Да, да. На сайте у нас есть номера подготовительных курсов. Там и Раида Владимировна на все ваши вопросы ответит. Хорошо. Продолжим. Следующий вопрос. Возможно ли посмотреть где-то примеры работ вступительных испытаний по рисунку, живописи, композиции на бакалавриат? Ну, по живописи у нас нет экзаменов, да, вступительных, только по рисунку. По рисунку образцы работ, примерно какие, какая постановка будет, она будет не такая же, сразу говорим, да? Ну, примерно такая же из пяти фигур на сайте представлены они. То есть, если кто хочет... Не на сайте, а не ВКонтакте, в группе, в отдельном альбоме есть. Прям. А в группе ВКонтакте есть, да? Ну, то есть, можно связать с уверенностью то, что... Даже сравнить то, что плохому танцору музыка мешает, а плохому художнику кисточка мешает. Как бы композиция может быть похожая, но если вы профессионал, то никаких проблем не составит. Да, то есть, геометрические фигуры все стандартные, то есть, это куб, цилиндр, восьмигранник, призма, пирамида, то есть, это не какие-то сверхсложные фигуры. Вот, бытовые предметы также не сверхсложные, они также вписываются в геометрические такие тела. Они, как правило, у нас идут металлические там из металла, возможно, какие-то стеклянные светильники тоже там будут. То есть, в общем-то, материал металл, гипс, стекло, глина может быть еще. А давайте поговорим немного об атмосфере на творческом экзамене, вот как это проходит? Как идет работа с абитуриентами? То есть, их специально там начинают в стрессовую ситуацию вводить? Наоборот, даже в какой-то степени можно и попросить помощи, совета. Ну, помощи, совета только в рамках экзамена, да, можно попросить, вот, как бы помогать. Преподаватели, родители на экзамене не присутствуют, только преподаватели вуза, которые следят за порядком, и чтобы не было никаких эксцессов, да, ну, на творческом экзамене по рисунку списать, как бы, невозможно, да, можно его подглядеть у соседа, в общем-то, мы это не запрещаем, можно встать, отойти от работы, посмотреть со стороны, то есть, отвлечься, как бы, мы даже рекомендуем вставать со своей работы, чтобы не увлекаться, потому что иногда студент садится и не встает вообще, у него в итоге работа какая-нибудь перекошенная, может быть, да, либо закомпонована плохо, то есть, достаточно свободная атмосфера, садишься, берешь листок со штампом, прикрепляешь, выбираешь место, которое ты сам для себя определяешь, да, наиболее интересное. Борьба за места еще есть, да? Ну, вообще, как бы, борьбы нет, да, ну, вообще, конечно, у каждого есть свои любимые точки. Два человека на одно место претендуют, что вот, мне нравится, как здесь свет падает, мне пофигу, что тебе нравится, вот я хочу вот именно с этого ракурса. Ну, вообще, там будет стоять несколько постановок, потому что студентов очень много, да, мы запускаем по группам, рассаживаются, в принципе, можно сесть где-то там во втором ряду, да, это ничего в этом страшного нет, так что, да, в общем-то, любой ракурс, он хорош. Несколько постановок, они должны быть все или... Нет, одна постановка, просто за одну постановку порядка там 600 студентов посадить невозможно, чтобы было видно, да, там... Выбор все равно свободный. Выбор, да. А если вот случится такое, что вот все хотят одно рисовать, или нет такого? Нет, они все одинаковые сложности. Да. Там везде пять предметов, я думаю, такого не случится. Ну, не было такого, по крайней мере. Ну, если прям вот кто-то вот прям вообще ему не нравится его место, то, конечно, мы можем предложить какое-то другое, площади большие, можно как-то скорректировать, подсказать, в конце концов. Ну, то есть, нет такой угнетенной атмосферы, что... Нет, угнетенной, мы наоборот... Готовься к тому, что тебя ждут в ближайшие четыре года. Да, то есть, у нас из-за этого всего лишь один экзамен по рисунку во многих вузах, по несколько экзаменов по рисунку. Но мы пока что на сегодняшний день не видим в этом необходимости. Один экзамен, одна постановка, одна работа. Вполне мы можем оценить навыки и умения студента, абитуриента, будущего студента. Вопросы у нас в трансляции уже начали задавать. Вот за что нравится вести Институт дизайна и пространственных искусств? Чат никогда не молчит. Постоянно кто-то что-то пишет и пишут, причем интересные вещи. Первый вопрос звучит так. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько дается времени на выполнение рисунка? У меня Маратинка. Там, насколько я помню, не более 300 минут. То есть, это 3-4 часа, ребята справляются. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, подробнее, как будет проходить творческий экзамен онлайн, кто не сможет приехать? Экзамен онлайн проходит в специальной программе. В том году это была экзамус, в этом году, по-моему, будет другая, насколько я слышал. Но эту программу практически невозможно, в принципе, обмануть. То есть, вы ставите камеру на свою работу, камеру на себя и начинаете рисовать. Любое какое-то некорректное движение, появление в кадре других посторонних лиц, замена листа, еще что-то. То есть, программа сразу блокирует эту работу и, в общем-то, она считается некорректной и не идет к оценке, если произошла ошибка. Если ошибка не произошла никакая, вы заканчиваете работу, ее фиксируете, вначале вы показываете свой паспорт и, собственно, отсылаете работу также в эту программу. Вот. Ну, ребята многие сдают. Мы, конечно, все равно рекомендуем, как бы, по возможности приезжать, потому что все-таки с натурой легче. Хотя кто как, да, если кто-то такой не любит больших пространств, большое количество людей, может быть, удобнее онлайн. Но все-таки лучше рисовать, конечно, с натуры. А макет, он как, получается, присылается или по обратной связи по камере он идет к нему? По-моему, прикрепляется или загружается. В личный кабинет он также загружается. Просто файлом получается, где можно его... Да, хорошего качества фотография должна быть, камера также должна быть хорошего качества, которая показывает, да, то есть она не должна быть какая-то мутная, размытая, где там половина прикрыта чем-то неизвестным. То есть все должно быть чисто прозрачно. Там, по-моему, есть требования. Восьмобитные работы не принимаются, да, вот эти пиксельные? Нет. Там есть технические требования, которые студент должен организовать перед сдачей экзамена. Да, если он их не организовывает, значит, он не удовлетворяет требованиям экзамена. Хорошо. Следующие вопросы. Как проходит вступительный онлайн-экзамен у магистров? С магистрами все намного легче. В том плане, что у нас идет же собеседование и, собственно, мы просматриваем портфолио, да, магистр. То есть он нам его присылает, мы его у себя смотрим, с ним также онлайн встречаемся, задаем вопросы, беседуем. Собственно, здесь достаточно все комфортно. В том году магистры онлайн тоже с нами так общались. Еще один вопрос. Рисуем на А3? Рисуем на А3, да, формат А3. Хорошо. Продолжим. Следующая тема. Как проходит вступительное испытание по моушн-дизайну? Аналогично. То есть по моушн-дизайну у нас такой же абсолютно рисунок. Творческий экзамен. Предметы такие же. Русский язык на выбор. История, общество, знания. Либо иностранный язык и творческий экзамен. У нас отличия только в фэшн-дизайне. У нас вместо трех предметов на выбор литературы. И на архитектуре у нас математика. И на специальном профессиональном образовании СПО у нас там только рисунок, три фигуры. Две бытовых, две геометрических, одна бытовая. По онлайн-экзамену у меня еще один вопрос возник. Стало интересно. А может ли студент, например, систему рестрима использовать и свое изображение отправлять еще на другие сервисы? Стриминговые, например. А зачем? Для помощи, например. Для помощи какой? Ну вот кто-то будет смотреть параллельно. Как он экзамен сдает? Ну, типа да. Ну, конечно, нет. То есть программа блокирует и рестриминговые сервисы тоже? Я думаю, а он, то есть, будет в наушнике как-то сидеть? Ну, предположим. Интересный вопрос. Ну, мы выясним, как этот момент фиксируется. Ну, так-то, конечно, это тоже запрещенка, да? То есть никто не должен подсказывать. Не зря задал, видимо, этот вопрос. Интересный вопрос. Спасибо за вопрос. А ну, е-мое, вот уже планировал, уже всех собрал. Уже и донаты подключил к своему экзамену, а тут уже вот про это начали говорить. Шутки шутками. Ладно, переходим дальше к следующим вопросам. Меня интересует в целом дизайн, но пока не могу определиться с нишей. Интерьер, одежда или что-то другое. Возможно ли, затем перевод на другую кафедру? То есть попробовать, решить и перевестись, так? Когда уже поступить, потом перевестись. Получается так, да. В принципе, такое у нас практикуется. То есть это возможно. Единственное, понятно, что, например, с фэшн-дизайна и с моушн-дизайна сложнее перевестись будет, потому что это очно-завочное обучение. Среди других специальностей одного профиля, да, у нас дизайн и профессиональное обучение, это два разных направления. Это сложнее, но в принципе возможно. Разницу в предметах нужно будет сдавать. Такое тоже у нас практикуется. Вернемся к вопросам относительно вступительных испытаний. Есть один вопрос, который просит уточнения. На сайте университета написано, что для экзамена требуется Ватман А2. Я думаю, сейчас как раз таки вот тот момент, когда можно с уверенностью сказать, на каком ином формате должны рисовать. У нас формат А2. Все, запомнили. Формат А2. Берем и начинаем готовиться. Привыкаем к этому формату. Необходимо ли поступающему иметь при себе портфолио с его рисунками? Портфолио мы рекомендуем тоже подгружать в личный кабинет. Это на случай того, если у нас будут какие-то спорные ситуации, одинаковые баллы, мы уже смотрим в целом на абитуриенты, насколько они уже в сфере нашей деятельности. Есть ли какие-то дипломы, победы и так далее. Но он, портфолио, необязательный. Скажите, пожалуйста, на бюджет проходной балл какой? А оба до прошлых лет? Нерман Ратман, прошлогодний у нас есть? Прошлогодний есть, да. Это уж такая ситуация, что здесь неправильно сказать нельзя, поэтому я сейчас гляну. В целом, вообще, у нас, конечно, баллы очень высокие. Еще раз хочу отметить. Это результаты только прошлого года. То есть, какие будут результаты в этом году проходными, это только для ориентира. Коммуникативный дизайн – это около 260-270. Ну, вот в этих пределах. Ну, 270 близко к этому. Профессиональное обучение, ну, с различными профилями, еще раз хочу отметить, да, это в пределах 250. Ну, моушн-дизайн – это вот тоже, как у меня обозначено, это примерно 260. То есть, это достаточно действительно высокие баллы. Но это по результатам трех вступительных испытаний, то есть, два ЕГЭ и плюс творческий экзамен. Ну, с каждым годом вступительный балл будет расти, расти, расти. Ну, мы надеемся на это, да, что в целом у нас пока растет. Переходим дальше. Следующие вопросы, которые нам прилетают нон-стопом практически, я уже даже не успеваю скродить ленту, которая у нас здесь есть. Добрый день. Есть ли возможность поступления без вступительных экзаменов для победителей профильных олимпиад? Ну, здесь рассматривается, здесь очень индивидуально с каждым. То есть, это каждая, во-первых, олимпиада, да, соответствует ли она действительно перечню, то есть, это все проверяется. То есть, победители, они, да, есть такой вариант, что они могут пройти без вступительных испытаний, призеры, им засчитывается 100 баллов по профильному предмету, но это при условии, что ЕГЭ у него не менее, по-моему, 75 баллов. Но это, я еще раз говорю, это очень индивидуальная история, скажем, поэтому это вот в период приемной кампании нужно будет предоставить документы и будем смотреть. Да, если в федеральной олимпиаде есть победы, то ЕГЭ там, если я не ошибаюсь, 70 баллов, все-таки больше 70 баллов должно быть, и тогда засчитывается, да, и тогда студент получает абитуриент 300 баллов автоматически. Хорошо, идем дальше. Расскажите поподробнее про мотивационное письмо. Какой объем и что писать? Я так понимаю, это больше к магистратуре относится. Ну, мотивационное письмо, да, это, скорее всего, к магистратуре. То есть для чего вы поступаете именно на эту магистратуру, какая у вас цель исследования, да, что вы хотите исследовать, что у вас по этому исследованию уже сделано, возможно, какие-то проекты есть, возможно, вы, грубо говоря, работаете уже на производстве и хотите повысить свою научную IQ и развивать ту тему, которую вы непосредственно развиваете, ну, на сегодняшний день работаете. Вот про себя, что закончили, где учились, где, возможно, стажировались. Вот такого рода. Относительно такого письма еще вопроса, вот как раз-таки по объему, думаю, важно сказать, то есть можно воду лить, что же берешь лист, и она вот вытекает, и весь шурум, например, нам заполнит. Либо же коротенько, но по факту. То есть обращает ли приемная комиссия внимание на вот это? Лучше как бы четко, да, содержательно. Это как бы тоже вас, как бы, магистратура в первую очередь дает некое конструктивное мышление, системность мышления, да, следовательно, вы свое портфолио тоже стараетесь оформить достаточно системно. Там общественная деятельность, да, научная деятельность, проектная деятельность, там, год обучения, фотография ваша обязательно должна быть, да, где родились, когда родились, то есть вот. То есть все по факту, потренироваться можно на родных, чтобы вот чем меньше вопросов возникает после прочтения письма, тем лучше. Да, то есть чтобы все должно понятно быть, воды лить там не нужно. Нужно ли как-то регистрироваться на сдачу рисунка? Регистрироваться именно на сдачу рисунка? Да, вот такой вопрос нам сейчас прилетает. Там же подают документы. Да, то есть они же регистрируются в самой системе, да, регистрируются как абитуриент, и просто уже вот в день экзамена, то есть у них приходит ссылка, они подключаются и работают. Да, то есть заранее будет известна дата экзамена, и к ним приходит ссылка, если это онлайн, и они подключаются. Но там будут формироваться списки по итогам вот абитуриентов, там же делится на несколько дней еще. Там, да, если будет очень большой поток абитуриентов, у нас либо будет там два дня, два потока, да, либо, может быть, даже три дня будет. То есть, ну, тут в этом плане тоже возможно будет как-то еще перекинуться, да, из одного дня, потому что бывает такое, что студент, там, билет у него купленный, например, на какой-то конкретный день, либо рано надо уезжать, не получается, такое возможно. Кто по каким-то причинам не получилось сдать экзамен в определенный день, да, поставленный, то будет еще резервный день один, то есть можно будет доздать. Так что в этом плане тоже, ну, сильно нервничать и не убиваясь. Ну, резервный день используется по уважительной причине. Ну, по уважительной причине, да, в принципе, по уважительной причине, но бывает так, что кто-то, там, не знаю, по каким-то причинам, не знаю, решил резервиться. Комиссия обо всем знает этот момент. Да, да, главное, чтобы все были документы поданы вовремя и так далее. А там уж скайперируемся с этими, да? Да, да. Хорошо, следующий вопрос, который прям старательно пробивается к нам в эфир, все-таки думаю его задать. Здравствуйте, обязательно ли проходить курсы по рисунку при КФО? Не обязательно, да, то есть это мы рекомендуем их проходить, но, конечно, возможно, там, абитуриент уже идеально рисует, закончил профильные художественные архитектурно-дизайнерские школы, то, конечно, у этого человека, возможно, уже очень хороший линейно-конструктивный рисунок. Из-за этого можно ознакомиться в группе ВКонтакте с примерами работ, то есть если ваш уровень такой, то, наверное, вам не обязательно проходить. Подготовительные курсы. Но тот, кто вообще никогда не рисовал, не знает, что это такое, мы, конечно, рекомендуем, чтобы вы пришли на экзамен и хотя бы понимали, что от вас требуется, да? Чтобы вы понимали, как построить вообще саму методику рисунка, да? Последовательность и какие-то основные навыки у вас были. Да, относительно рисунка еще такой, ну, шутливый вопрос задам. Не было ли таких ситуаций, где абитуриент говорил, я художник, я так вижу? Ну, сама работа, она не обсуждается со студентом, да, он ее сдает и комиссия ее оценивает. Вот. Если студент как бы не удовлетворен там оценкой, он может подать на апелляцию. Вот. И на апелляции, как бы, комиссия говорит конкретно, за что были понижены баллы, за какие ошибки. Возможно ли поступить к вам без художественной школы, но при этом за два года набравшись опыта на подготовительных курсах? За два года на подготовительных курсах? За два года, я думаю, точно можно. А за полтора? За полтора можно, даже за... За год можно. За год можно, за полгода тоже можно. Сейчас просто дойдем до такого, что типа... Два года, это, конечно, вообще идеально. Три месяца, и ты получаешь уже новую профессию, получаешь сертификаты, как сейчас у нас очень много рекламы бывает. У нас на экзаменах было такое, что тоже я присутствовал на экзамене, я смотрю, ребята рисуют, и один парень рисует, ну, вот что-то вот прям какое-то вот, будто бы он вообще не эту постановку рисует. Ну, что-то сюрреалистичное такое. Я говорю, а ты когда-нибудь рисовал вообще? Ну, какой опыт? Он говорит, да, я как бы прошел курсы, где-то там, онлайн-курсы какие-то прошел. Вот, я говорю, ну, понятно. Ну, как бы, то есть, за онлайн-курсы мы, конечно, не отвечаем, чему там могут научить, какому рисунку. Только за наши. Только за наши, да, потому что, ну, вот из личного опыта было такое, что чему-то другому их там научили, какому-то другому рисунку. Хорошо, продолжим по вопросам. Возможно ли студентам работать параллельно по своей профессии? Ну, как бы, в этом плане, мне кажется, времена не меняются. Всегда есть такие студенты, которые совмещают учебу и работу, да. Есть такие студенты, которые совмещают учебу и работу, и через полгода отчисляются из института. Да, такое тоже есть, которые не в состоянии совмещать работу и учебу. Но есть такие, кто может это совмещать. Такие студенты, как правило, наоборот, они успевают и учиться, и зарабатывать, и не отстают. Вот. Но есть такие студенты, которые уходят чересчур сильно в общественную жизнь, да, в студенческую жизнь, в работу, и сразу учеба катится у них по наклонной. Вот. Вот это, конечно, ну, надо свои силы как бы соизмерять. Мы только поддерживаем, если студент уже где-то, особенно по профессии, подрабатывает со студенческой скамьи. Так или иначе, мы также студентов привлекаем в какие-то наши внутри университетские истории в сфере дизайна, да. То есть у них тоже есть возможность такая подработать. Я хочу добавить тут, то, что вот на те, кто, допустим, СПО заканчивает и уже хотят работать по профессии, то у нас для этого как раз-таки есть же очно-заочное обучение, вечернее, да, то есть студент может работать днем, а вечером приходить учиться и получать образование. Продолжим. Следующие вопросы. Продолжает у нас лента разрываться. Вопрос по подготовке к рисунку. Я абсолютно ноль в рисунке. Есть ли смысл пробовать экспресс-курс? В этом году поступает. Получается. Ну, время еще есть, да, у нас еще получается до экзаменов порядка трех месяцев. То есть попробовать в любом случае стоит, да, если как бы не понравится, либо вообще не получается, то да. Но в принципе за три, я, конечно, сложно сказать вообще какие навыки, да, у этого абитуриента. Но если есть базовые навыки, то можно попробовать. Пробовать можно. Даже нужно. Даже нужно, если хочется, то нужно. По статистике вроде бы никто от этого не умирал еще. От этого никто не умирал, да. Если вы не в Казани находитесь, можете наш онлайн-курс попробовать, там с преподавателем также. Рисуйте, присылайте, преподаватель дает корректировки, замечания уже личные. То есть это не просто видео, да, то есть это все равно общение с педагогом есть. Следующий вопрос. По портфолио есть конкретные критерии какие-нибудь? Ну, критериев конкретных нету. То есть это, как я уже сказал, все данные о себе. Это ваши дипломы, это ваши, возможно, проекты, работы творческие вставляются в портфолио. Большие какие-то тексты, сочинения о себе не нужно. То есть мы смотрим вас по вашим работам и по вашим достижениям. Вернемся к вопросам, которые нам ранее присылали. С какими работодателями вы сотрудничаете? С работодателями какими мы сотрудничаем? Ну, во-первых, многие наши преподаватели уже сами являются работодателями. То есть у нас есть свои мастерские непосредственно, мы привлекаем студентов к себе. Мы сотрудничаем с Министерством молодежи. То есть у нас главный архитектор Министерства молодежи. То есть мы, и, следовательно, вся вот эта индустрия, да, строительная, дизайнерская, которая связана с объектами, она с нами так или иначе сотрудничает. Какие-то конкретные, наверное, мастерские я не буду озвучивать, чтобы не делать какую-то дополнительную рекламу. Но с проектными бюро, архитектурно-дизайнерскими, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, с институтами Турции и Египта мы также взаимодействуем. Мы планируем совместные стажировки, да, по обмену. То есть у самих работодателей есть потребность в новых специалистах, и сам студент себя не потеряет, если будет плотно работать и учиться? Я думаю, нет, нет, конечно. То есть уже на сегодняшний день даже ряд проектов уже студенты выполняют у нас, к нам обращаются, и мы выполняем различные проекты. Могу еще добавить то, что вот уже с директором мы обсудили то, что у нас будет внутренний наш чат вакансий, куда работодатели будут присылать свои пожелания, кто им нужен, и мы уже будем своим студентам как бы передавать эти возможности. Получается еще одна мотивация для того, чтобы учиться и работать. Да. И плюс еще мы будем советовать как бы лучших, потому что у некоторых прям запрос на конкретные навыки, а мы как кураторы видим, кто лучший, кто будет и учиться, и работать, и вот им вообще все дороги открыты. То есть роль куратора здесь не просто как связь между деканатом и группой, но также еще и как раз-таки вычисление тех ребят, которые уже могут отправляться в работу. Ну да, то есть у нас такая роль, я бы назвал, продюсера. Наставника. Продюсера, наставника, который подскажет, поможет. Даже выполнить первые заказы. Откроет какие-то дорогу в профессиональную жизнь. То есть, в общем-то, и у нас так же было в свое время, и мы, в общем-то, это тоже пропагандируем. Тот, кто начинает работать с преподавателями, с педагогами, они, как правило, уже в студенческой скамье более-таки мотивированные, знают дело, ремесло и добиваются больших успехов. Продолжим по вопросам, немного ускоримся, потому что времени у нас остается все меньше и меньше. Есть ли у вас целевое направление? Следующий вопрос. Целевые направления, наверное, есть во всех. Есть, есть. Места, есть. Да, по всем направлениям в КФУ. Какие льготы предоставляются студентам при поступлении? Льготы? Да. Ну, льготы, наверное, предоставляются льготной группе студентов. Да? А какие льготы? То есть, нужно перечислить те льготы, которые есть. Ну, это тоже очень индивидуально все тоже, да. Но есть, правильно говорит Степан Андреевич, есть льготные категории граждан, это отдельная категория, ну, это общеизвестные категории, там, дети, сироты, да, инвалиды. Я еще раз говорю, это в зависимости, да, от какой категории они себя относят, да, и, соответственно, такие льготы. Есть варианты для тех, кто закончил школу с отличием, да, там, крас, ну, золотая медаль, там, и так далее. То есть, там, в данном случае, это уже не льготы, ну, а какие-то баллы, скажем, да, добавляются. Также дают вот такие же небольшие баллы, но они все равно очень весомые, скажем, да, в период поступления. Это значки ГТО, то есть, это все вот очень индивидуально, поэтому, смотря какое достижение, да, и на что он претендует. Ну, плюс, да, в университете действует система повышенных стипендий, то есть, там, разные есть категории, есть, грубо говоря, кто нуждается, можно выписать материальную помощь. Ну, ты подумаешь. Вот, но повышенные стипендии, они довольно-таки тоже хорошие. Кто учится хорошо, кто общественник, кто занимается научной деятельностью, в общем-то, это все поддерживается. Да, вот сейчас слушаю вас, вот просто, сколько мотиваций, вот, для того, чтобы студент учился. И повышенные стипендии, и чат с работодателями, и, по сути, личное кураторство с преподавателем, и какие-то реальные работы, которые в стол не уйдут. Да, вот, там, сейчас действительно... Это только за два года, вот, сколько институтов учится? Ну, я думаю, это, в принципе, во всех институтах КФУ, то, что мы сейчас озвучили, ну, за исключением, там, наших каких-то контактов, да, связанных, там, с работодателями, и с активностями по выездам, стажировкам, и внутренней жизни института. Но вот и у меня, и у Венеры Маратны в этом году выиграли студенты грант по миллиону рублей на реализацию своего проекта. То есть федеральный грант, так что мы два от института подавали, и два мы взяли. Так что даже в этом плане возможности есть. И это тоже уже идет как дополнительное, ну, такое, ну, трудоустройство. Студент должен создать ООО сам, и вот вместе с ним мы его будем реализовывать. И также у нас создан креативный технопарк при нашем институте, ну, при КФУ в целом. И вот эту, как бы, модель мы хотим поставить на поток, чтобы этот креативный технопарк стал инкубатором творческих личностей, и в целом на поставленное развитие творческой индустрии разным направлением. Нет слов, одни эмоции, столько работы в такой малый период с момента создания института. Ну, да, надо... Мое почтение, как говорится. Надо отметить, что в этом году мы запускаем четыре новых направления, да, то есть они мы и так, и иначе озвучили. Это архитектура, архитектура инженерии, профиль. Это фэшн-дизайн, очень заводченное обучение. Это магистратура по UX-UI дизайну. И магистратура по архитектуре. Фух, да, очень много, очень много информации. Давайте уже... А, я забыл самое главное. Мы запускаем еще среднепрофессиональное образование, СПО, для абитуриентов после девятого класса. То есть это очень, на наш взгляд, это очень классно, потому что это СПО будет действовать при университете, преподавать будут преподаватели вуза, да, то есть изначально уже после девятого класса абитуриент придет мотивированный в сфере, грубо говоря, креативных индустрий обучаться. Ему не нужно будет сдавать ЕГЭ, вот, и после можно будет перевестись сразу с замещением ряда предметов сразу на второй курс бакалавриата. Вот, так что мы вот считаем, что это очень классно, потому что абитуриенты сейчас в школе тоже уже... Многие не хотят оставаться, хотят уже сразу связать свою жизнь с профессиональными какими-то навыками, да, и мы считаем, что вот эту линейку мы в этом году завершили. У нас есть школа искусств, есть колледж, бакалавриат, магистратура, и в сентябре мы открываем тоже аспиратуру. Замечательно, но только лишь успехов можно пожелать во всех открытиях и во всем остальном работе данного института. Главное, что нас поддерживают студенты, мы считаем, то, что они, наши все инициативы какие-то, может быть, временные трудности закрывают глаза и вот живут нашей тоже творческой такой внутренней институтской жизнью, и за счет этого мы добиваемся таких быстрых интенсивных успехов. Пара вопросов еще осталось, которые каждый эфир обязательно, но должны прозвучать. С какого по какому числу принимают документы на поступление? Первый из них. С какого? До какого? С 20 июня, то есть основной поток, в общем-то, да, это идет с 20 июня начало приема документов, и еще раз, по общему конкурсу на бюджетные места всех форм обучения в этом году прием до 15 июля, потому что потом у нас следует творческий экзамен. То есть с 20 июня по 15 июля, получается? Да, нашим надо уложиться, потому что у нас, в отличие от других, скажем, направлений, у нас все-таки ограничено это время, потому что у нас есть вот этот творческий экзамен, который они должны сдать. По другим направлениям до 25 июля, по-моему, да? Ну да, но нас это, в общем-то, не касается, можно сказать. Ну и финальный вопрос. Где помимо наших эфиров можно с вами связаться? Где можно пообщаться? У нас есть наш сайт, да, КФУ, там есть выходы на группу ВКонтакте, у нас активная группа в Телеграме, где можно задавать все вопросы, и там состоят все преподаватели, все руководство института, и мы в таком онлайн-режиме отвечаем. Вот. Все верно. Контакты тоже у нас есть, находимся мы на Левобулачной, 34, в Казани. Так что... Прямо на странице сайта, вот справа, сверху, там есть приемная комиссия, все ссылки на ВКонтакте, на Телеграм, прям кликабельные, можно перейти и вступить. Замечательно. На этом вопросы наши подошли к концу. Благодарю вас, что нашли время к нам прийти. Тяжелый выдался у нас сегодня эфир, пришлось даже информацию какую-то уточнять, но в какой-то степени даже и хорошо то, что пришлось уточнять, чтобы не было потом казусных ситуаций после 20 июня при выяснении того, кто поступает в Институт дизайна и пространственных искусств. Еще пару минут есть, пожелания абитуриентам, может, какие-то наставления есть, пожалуйста, кто начнет. Хочу пожелать в этом году всем достичь тех целей, которые ставите. Не бойтесь, даже те, у кого осталось 3 месяца, действительно пробуйте. Если не получится, на следующий год вас ждем. Но надеемся, что вы так соберетесь, максимально уберете любые страхи, которые есть, сделаете дело и станете частью нашей семьи. Мы вас так с радостью прям ждем и примем. Наверное, я тоже пожелаю ребятам успешной сдачи ЕГЭ, это прежде всего. Ну и поступить, я так скажу, в университет своей мечты. Я надеюсь, что это будет, будем мы в их выборе. Степан Анатольевич, подытоживай. Мы вас ждем. Жизнь показывает, что в наш институт очень много студентов переходит из других институтов КФУ. То есть у нас обычно с годами, с учебными годами группа уменьшается, у нас группа увеличивается. То есть мы считаем, что это хороший показатель. И значит у нас доброжелательная, такая творческая, профессиональная атмосфера. У нас учиться нелегко, у нас достаточно сложно учиться. То есть и днем, и ночью вы буквально будете учиться. Но это все в пользу тяжелого учения, легко в бою. Мы так считаем. Так что мы вас ждем. Слушай, на этих словах мы подытоживаем наш эфир. Еще раз большое спасибо, что пришли. До новых встреч. Будем ждать. И абитуриенты тоже будут ждать. И в очередной раз засыпят нас вопросами своими, на которые будем с вами искать ответы. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Это был КФУЛА в День института дизайна и пространственных искусств. Еще увидимся, друзья. До скорых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова